Спортивная площадка в центре поселка Образцово появилась несколько лет назад в ходе предвыборной кампании одного из местных депутатов. К сожалению, как это часто бывает, благое дело оказалось с приставкой «недо». Никому на баланс объект не передали, а раз нет хозяина, то и обслуживать его некому. Местных жителей это поначалу не смущало, они радостно пользовались площадкой. Дети много, у нас детей очень много, и даже взрослые. А взрослые летом тут футболы играют у нас. Пару лет назад площадку огородили забором. Получилась хоккейная коробка. Но вот беда, ближайший гидрант находится от нее на расстоянии 700 метров. Водопровода в поселке Образцово нет, люди пользуются колодцами. Своими силами смогли в прошлом году залить только половину катка. С речки возили, в бочку наливали, у нас такая большая бочка объемная была. Люди насосы и заливали. Вот молодой человек был инициативным. В этом году жители обратились в районную администрацию, а Образцово входит в состав городского поселения Щелково с просьбой помочь им залить каток. В воскресенье в поселок приехал Алексей Валов. Вместе с заместителем председателя спорткомитета Игорем Блиновым сделали вывод. Конечно, за площадки должен отвечать тот, кто их так бездумно ставит. Но поскольку автора уже не найти, а помочь жителям надо, Алексей Валов дал поручение искать возможность залить каток. Проводите исследования геологические, гидрографические и ищите, где есть вода близко. Скважину? Скважину будем бурить и скважину будем заливать. Конечно, это вопрос перспективы, а нынешней зимой решено попросить помощи у пожарных. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».